Вчера в России отмечался Всемирный день поэзии. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как красиво выразились о поэзии великие Леонардо да Винчи и Томас Фуллер. Поэзия – это живопись, которую слышат. Поэзия – музыка слов. А вообще поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой. На это способна только поэзия, величайшая из искусств, созданных человеком. И вот в этот день в Хасавюртовской центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова состоялась встреча коллектива библиотеки с теми, кто дружит с поэзией. Это именитые поэты-писатели Хасавюртовского региона, члены Союза писателей СССР России, члены Союза журналистов России, Калсын Аггезов, Гебек Канакбиев, Умар Якиев, Гюгорьчун Атаева, Махмуд Бекишев, Париза Гиреева, Ильмудин Саипов и представители средств массовой информации. Открывая мероприятие, ее ведущий Элемир Магомедович Якубов поблагодарил гостей за то, что отозвались на приглашение, отметив, что идея проведения данной встречи в таком формате принадлежит Умару Абдулансировичу Якиеву, представил ему слово и право дальнейшего введения мероприятия. Весна, март – это пробуждение земли, пробуждение милической души. И тем более именно весной очень много праздников. Первый из них, третьего марта, день писателя. А вот снова марта, международный женский день. И 21 марта, опять день поэзии, мы пообщались со своими друзьями, с коллегами и решили, что день поэзии, день писателя – это в одном и том же лице. Человек, который пишет, ну хотя и говорит, что писатель может быть поэтом, но поэт не может быть писателем. И тем не менее сегодня за предоставленными словами и за предоставленными возможности собраться здесь в библиотеке. Я хотел бы сказать славясь, мне благодарность всему коллективу и миру Магомедовичу, за то, что он понял нас, пошел на встречу, профессии. Потому что, я думаю, это будет намного тяжелее, потому что нет как таковой идеологии, нет той лиричности в жизни, тоже почти на грани холла, мир расшатый. Но тем не менее человек, который пишет, он на любом случае всегда будет писать, всегда будет изливать свою душу на бумагу. И поэтому, в силу того, что среди нас присутствуют, наш наш товарищ, коллега Валсина Валовна, хотелось бы слово предоставить ему. Вам большое спасибо. Во-первых, я очень поздравляю всех вас, вашими, всех тех, кто называет себя поедем и читателям, вашего города, и дарим вас. Вообще-то, если взять, то прекрасная дата. Мы должны быть рады тому, что даже в такие трудные времена люди не забывают литературу. Я постарался передать читателям. Все то, начиная с консумбола, завершая в 2000-м годах до перехода в Путина, отражена жизнь советского народа, и директор и личной системы. Кому интересно, эта книга есть в городе, мы организовали в первую часть. То же самое «Поворванная струна» называется роман «Окумск-мески». Ну и поэзия тоже посвящена жизни, особенно 90-х лет. Это время было очень нелегкое, трудное, но и в то время, обычно маститые поэты, писатели говорят, «О чем писать? Нет позитива». А что, если позитива нет, классиков возьмите, Горького, Толстого, Шолохова и так далее. Надо писать негатив, значит, негатив тоже воспитывает, отрицательным образом тоже воспитывает. Поэтому, я не стал служить этой идее, писал то, что видел жизнь. А поэзия тоже у меня, все темы почти посвящены советской власти в 90-м годах. Самое главное, я стараюсь, по крайней мере, описать реальную жизнь средствами художественной литературы. У меня состоялась презентация книги романов «Бабачка, нет?» Мы, где-то, кем не расслабили, зато обсуждали. Дали, но сказали, делим, был, знает, хорошо. Нормальный, и сегодня я пишу эти же темы. Конечно, литература Это такая вещь очень тонкая. Мы где-то грязок ушли, иначе не можем жить. А духовную кишу мы не замечали. Это духовная составляющая нашего человека. Весь жизнь человека проходит между очень простыми понятиями. Что такое хорошо, что такое плохо. Чего можно делать в будущей жизни, чего нельзя. Если служить вот этим понятием, можно гармонично провести свою жизнь. Я первый раз у вас. У вас, я скажу вам прекрасное слово. Нас приглашают в хозяйство, в оселение, в школу и так далее. Но в вашей библиотеке я в первый раз очень приятно. Такое состояние и ваше отношение к литературе. Поэтому я решил сегодня вручок в моей повести и стихи на пунктском языке полностью книга «Пунктская книга». И эта книга «Перевод на русский язык» зовут «Рятва». Здесь стихотворение. А, кстати, здесь я пишу музыку. Мои песни, наверное, вы здесь точно видели. Клита, наверное, видели. Вот, можете прочитать. Дагестанская литература мы получаем в последнее время, ну, можно сказать, не получаем. И поэтому ваши подарки, они как особо цельную литературу будут хранить. Я прошу несколько стихотворений на русском языке. Голова моя седа, море, сказочные лазули. Голова моя седа, истерзали меня слишком муки, горе и беда. На добро потратил силы, и за истину родил. Жизнь меня без правил била, и я рано посидел. Благотворный дик отчизни повлатил седой туман, И плывут по мою жизнь честь, восклисть и обман. Утонувший в житейском море и поникнув головой, Я смотрю с тоской на море и бунтую сам с собой. Мысли были полны грусти, и вопрос меня терзал. Где твои о море волны или мятые грозные волны? Штыр на море, волны спят. Каспий зов и странно тихо. Он напомни мне о честь, видно, временно притихо. Давай запурим, товарищ, муторно стало в душе. А на мой этот обиды вижу несладкое тебе. Жизнь круто изменилась, не поймешь, где добро, где зло. А жить все же хочется, всем моряцелам да зло. Налей-ка, товарищ, стопку, нелегко тыщится и вам. Что-то сердце защелило, может, хмель поможет нам. Уж давно в скверах пусто, люди не стучат до минон. На экранах море крови, и не крутят ни минон. Помню, как отдыхал без двора, малышами гордилась мать. Вместе детского смеха свинцом льет автомат. Налей, товарищ, еще раз. Не знали, что живы в район. Вдохнув пустую свободу, многие остались в воду. Годы проходят в тревоге, смерть и слезы на виду. Теребя буйную душу, старостью с радостью идут. Мы почти забыли на сегодня слово «товарищ». А было какое прекрасное слово, да? Поэтому я решил посвятить этому одно творение, которое называется «Товарищ». В дне радости, в огне пожаришь, испытал на себя слово «товарищ». Кто душу греешь, иногда манишь, всегда дорожит словом «товарищ». Отчий дом защищая, падали как с ног, в тишине боев согревал окоп. Чтоб не говорили, меня не обманешь, победу коварю с тобой, товарищ. Жизнь изменилась, неважно живем, готовы друг друга растерзать живем. Вместе, товарищи, господа звучат, а народ скорбит и сердца стучат. Ветераны в обиде, медали висят, порой у виска пули свистят. Мил меня, товарищ, как ты не крути, господина жизнь, деньга крови. Мы с редакцией от того, конечно, разминулись, разъехались. И тем не менее, вузы дружбы с Кумыгской газетой, с газетами, с всеми газетами, в городе, в городе, в районе, у нас с автономностью. И сегодня Кумыгская газета, кумыг тоже, благодаря наша коллега Наталья Угаршин. К сожалению, я не отношусь, если даже меня считают, к тем поэтам, которые говорят, я не могу не писать. То, что я написала, у меня все три темы – отец, мать, любовь. И все, что было написано, написано тогда, когда было невыносимо больно. И сегодня я не пишу, и думаю, наверное, мне не так сильно больно, или же я стала настолько холодной, я же ничего не чувствую. Но тем не менее, поэзию люблю. Когда я была еще совсем маленькой девочкой, мой отец мне купил книгу от Абаева, маленькую книгу, первую его сделал она. Когда я прочитала эту книгу, я, не зная, что такое любовь, влюбилась в любовь. Настолько были сильны эти бережские стихи. Но со временем, как ко всеми ко мне тушила любовь, как многие потеряла отца, мать, и тогда вот были написаны мои стихи. Поэзия, мне кажется, начинается с колыбельной песни матери. Самая нежная и красивая поэзия – это песня, которую пела нам мама. И это у нас, наверное, в храме. Я поздравляю всех своих коллег с этим красивым праздником и всех тех, кто любит поэзию. Я прошу адресствотворения первого ливанства Горчакаева, нашего халатливого поэта, мама. Теперь я, мама, понимаю, когда ушла ты в мир иной, всем сердцем дочка ожидая жила, дышала отколько мной. А я, А я при жизни не сумела украсить твой умолый быт, Беспечной пташкой песни пела, Когда бы надо рядом быть. И ты с иродкой коротала Свои безрадостные дни. И молча меня ты все прошала в душе, наполненной любви. Прошу, в последний раз прости ты, дочь, травой любви и суетой. Спасибо большое. Спасибо большое. Не хотят покидать эту основу большое. Девочки, спасибо большое. Я сейчас хочу подоставить слово человеку, которым мы еще, даже не будете в редакции, печатали, смисты тогда объединенной газеты «Дружба» Габек Кеноквеев. И что самое удивительное, у нас, Габек у нас, не только любовь к поэзии, его человек к слову, у нас еще одно, нас всегда объединяет, то, что мы два специалистов сельского хозяйства, он заотенок, я ученый-агроном. И тем не менее, мы пришли в редакцию, и пришли в поэзию. Сегодня у Габека, он самый доволен среди нас, после нашего уважаемого, молодого мастера, царства товарища Аллаха. Я хотел бы сейчас предоставить слово Габеку, который сегодня успешно работает на телевидении, на районе телевидения «Айташ», печатается в Гумукской газете. У него есть и пьесы, но вчера, с одной стороны, здоровье, творческие. Давай, Габек. Действительно, я и Габар откончили сельхозгузы, но никакого сожаления нет, что мы поступили туда, так что это хорошие гузы, самые отличные, и давали знания, кругозор, скажем, неплохой, да, у нас. И была тяга к поэзии, к литературе, то же самое, как и у всех, я писал, когда был уже малышом, малышом как, лет 11, и вот так тянулся. Никто не удивлялся, что я пишу дома, потому что все писали, да, и мама, и ей, это, около 80, она тоже сочиняет, да, можно вот посмотреть и сочинить, вот, я думаю, что, например, вот, умение писать мне пришло как-то таки, дедушки, этот отец, мама, который очень прекрасно писал историю Андрея, и эта книга сейчас издается в обработке Сана Урозаева в трех языках, на русском, кумунском и на английском языке. Ну, вместе вот что-то должно было быть, да, вот какая-то капля, наверное, капнула и меня, и вот так я начал. Я несколько раз рассказывал эту историю, да, как я оказался в Сырхозгузе. Я хотел поступить, но на втором экзамене слетел в ДКУ. Единственное место, где обучали нас к чему-то, это был литературный институт Москвы и или же в ДКУ русско-дагестанское отделение. Естественно, в Москву не поехали, поехали в Махачкала, скосили, отслужил в Германии срочную службу и приехал. В это время к нам демобилизованного, так скажем, дарусинника приехал, увидит, пригласит к нам дядя, верный брат, мама, в то время работала представителем полхоза и говорит, ну, чем хочется заниматься? Он же известный, говорил, был орденов. Я говорю, хочу быть писателем. Писателем? Ради Бога, оставьте писателей, я знаю их. Они приходят, агент-бригады к нам неделями, они приходят, неделями они не уезжают, пьют, все пьяницы, зачем тебе это надо? Давай вот сейчас, через 5 лет сами ходят, наперечивши в наш главный зоотехник, эти направления дам, колхоз большой, миллионеры, английский колхоз, пройдет время, естественно, с нами просто, ну, заширешь как-то, ну, не человек, зачем ты это все? Я говорю, я новому мне, ну, ты пишешь? Я так, так, не постоял, я так, не пишу, и так. Тяга была. Ну, говорит, давай, ты разговоры оставь, давай. Ну, так поступил, по направлению, учился, отработал 4 года. Уже когда на втором курсе уже учился я, так, средний, да, и начал писать, безудержно вот так начал писать, и все управлялись, почему ты научишься в этом сервоз вузе, а почему? У меня много друзей сидишь, вот, одногодки, да, с каждым, ДГУ, чем там, я пропадал там, есть тем газетам, мы выпускались, с ДГУшниками все, ну, вот так получилось. Ну, отработанная 4 года отработал, потом, это 90-е годы, наша газета, и, естественно, я перешел в газету, после 4, отработанная треть, после вуза, в город, и вот так, с тех пор, это был в 92-м году я перешел, пару лет работал в администрации, забрали депутатов там и так далее, и, а первая книга вышла в 90-м году, это было коллективное издание, созвездие называлось, и там мои где-то 11-12 стихотворения, а первые стихотворения у нас в 11-е, как бы уже сказал, печататься на нашем 15-16 лет, и вот на сегодня я издал 14-дневник, три пьесы написал, одна пьеса на сцене Кумовского театра, и сегодня тоже идет, пишу песни, около где-то 200 песен, наверное, написал на мои слова песню, я, как и все молодые, начал писать, как, когда мы немного влюблены, немного, как его очень говорят, когда мы особо, и не понимаем любовь, начинаем любви писать, и продолжаем сегодня тоже, несмотря на то, что у нас так смотреть, не на что, не молодые, во всяком случае продолжаем писать, это то же самое, как говорится, мама, папа, любовь, да вот три темы, вечные темы, остальные я назову производными этого всего, понимаешь, ну пишешь, так пишешь, ну никак, я не поет, да, скажем, пишу, да, пишу, и у меня и козаических книг много, я публицист сам, работаю с собственным консподентом газеты в нашем регионе, в Великанском, помимо работая здесь у себя на телевидении, вот такой я разносторонний, вот так пишу, три, две книги переводит сейчас, тоже, сейчас готовится к изданию еще три книги, давайте прочтем на Кумыска, Сауслан, прочтем наaris, так упажет, такração, пошел на gracу, публицах, общер тќchau, тэкальной, киранормой, у заложитьente, пара, публицах, сегерем ongoing, простая seemingly, pokAS. И вот это моё хобби, скажем, вот книга. И смеяться право не грешно, как мы говорим, уже в 2010 году, вот вторая книга, как говорится к изданию. Это Андрей Сердцемайор, я сам Андрей, живу. Это звездный танец о героях Советского Союза, Розу Джумагуэ, писал на Кумоксом, это перевод на русский. Также я очень горд, что написал книгу о другом герое, героя Блхакима Смайлова, которого вывел знамя победы над Кристагом. Перевод закончен, ждём спонсора хорошего, чтобы издать красивую книгу и, скажем, много экземпляров. Несколько раз вот здесь принял участие на таких мероприятиях, посвящённых поэзии, там, скажем, другим моментам, Атхай Аджаматова, если помните, вот это столетие было сразу такое. Давно уже. Да, и каждый раз, и каждый раз я не проходил пустым, я думаю, и сегодня тоже посвятимая книга. Есть ещё одна книга. В 2017 году я, думаю, я пронесу, потому что я уже обещал коллеге и некоторым среди ваших родителей. Спасибо. Спасибо. В свою очередь Избудин вручил в библиотеке книги своей коллеге-поэтессе Париза Гиреевой. Избудин в библиотеке книги своей коллеге-поэтессе Париза Гиреева. В прошлом году мы отмечали в конце мая её творческий вечер, говорили, думаю, кто-то из вас присутствовал, может, кто-то знакомил её с творчеством. Но если вы не знакомы, то, пожалуйста, книги мы оставляем, а такие можете прочитать. Спасибо. Здоровления. Свои стихи прочитал также и Махмуд Бекищев. Во-первых, я не считаю себя поэтом. Сидя среди вот этих поэтов настоящих, я никак не могу вот сам. Но тем же у меня стихи есть. И тоже я не могу поэзию отнести, потому что я читал книги, которые писали классики. Но было написано. Поэзия и стихотворство – это две разные вещи. Стихотворство возможно. Они тоже отнимают. Ну, я много верну. Если у вас хватит немножко терпения, я читаю вам. Первая же поэтесса, которая признала что-то в моих стихах, из-за того, что я натариваю, я никогда это не забуду. И одно из моих первых стих турений, которые я хотел бы прочитать, было бы еще именно ей. Потому что, зная историю ее жизни, детства, и когда она была без настроения, я не мог это не писать. Я вам прочитаю. Говорят, стихи живут, когда я про изнутри мечтаю. Поэтому я попробую произнести. Когда настроение ноль, когда самочувствие шатку, душевное мучает боль и призрачным кажется счастье, Ты вспомни былые года, Ты вспомни далекое детство, Какие то были года, Не жизнь, а сплошное блаженство, И отнувшийся тот рай, Пусть образно, Пусть ненадолго, Забудь свою грусть и печаль, Забудь о насущных проблемах, Представь свою школу, Свой класс, Подружек веселые лица, Смущающий, Прыстанный взгляд, Гребленного юного принца. О чем ты мечтала тогда? За школьной партией в классе, Наверное, в мысках своей, Наивные строила планы, В болезни полетой мечты, Смешленой, игривой девчонки, Любимицы мамы, отца, Характер, как мальчоный. Немало стих пор лет прошло, В истории, в каждом детстве, Мы взрослыми стали давно, У всех свои семьи есть, дети, И если нам трудно порой, Весь жизнь, череда испытаний, Они нам помогут всегда, Окружат заботой, Вниманием. Услышав это слово, Я еще с любимым, Увижу, что есть красивый, Чудный глаз, Разве я не грузки на лыбку, Об этом же, я думаю, сейчас. Ее увидим, полюбим безумно, Да так, что кровь в голову пошла, В волне нетрепетно во мне, Все вскользнулось, И до сих пор я не люблю себя, Она мила, не жена, Она божественно красива, Мне по душе, мне все, Что есть при ней, Улыбка, голос, взгляд, Мне все, что рует, Ее люблю ее. Вот вам весь мой сказок. По воле сущей встретился я с ней, И начать этот факт не объяснить, Для чего ее ехать, Как зеницу ока, Ведь без нее она светит, Как вы жите? Затем Умалья Киева Ознакомил присутствующий С краткой биографией своей, Рассказал о том, Как начиналась его творческая стезя. Я буквально, Когда я сидел, Пошел на телевизор, Рассказал о том, И мы пока не отец, Я говорю, Ты куда иду? Я говорю, Я журналистом пошел бы, Я журналистом стану. Он, он так раз сказал, Журналистом ты говоришь, Саныч, Но всю жизнь будешь ездить, Выходить, То взыму мы, Неизвестно, Николай, Не дворя, Примерно мы, Журналисты, Так и живем. Но тем не менее, Наша консолидация, Когда мы собираемся, На место о чем говорить, На место что говорить. И после завершения учебы в техникуме, Я вернулся в родное село, Работал бригадиром, Председателем полкома, Одного из самых, Наверное, Хороших колхозов, Мы с соседями, Вася Лавауша, С Гасимом, Нашим народом Гезуевым, Адолитарский колхоз, Газбеково. Тем не менее, Как Кебек говорил, Все равно, Уже Касимов Ахмуран, Будучи председателем колхоза, Уговорил об этом, Чтобы не уезжал, Но когда открылась Сеченская газета, Я говорю, Амуран, спасибо большое, Наверное, Это тоже, наверное, Узлагал на меня большие надежды, Но я был шепотой журналистикой, Я в газете, И так я оказался В Сеченской редакции, Согласно, Основание, Албанас, Потом уже Республикация газеты, Ницца Дагестана, И будучи студентом Уроновского сельского Сельского хозяйственного института, Я уже с первого курса Был член комитета Комсомого института, Заместительного Многомого редактора Нашей многодиражной газеты За кадры, Так что журналистику Я никогда не бросал, И своим журналистским кредом Я всегда об этом говорю, Всегда это Имполирует, Потому что Журналистика, И поэзия, Как и писательское, А ремесло У меня не ровно суть, Я всегда поделяю, Ты всегда говоришь об этом, И пусть лишь проза моя стихия, Но для души пишу стихии, Если стихи не пишешь для души, То не надо писать, Вот я просто удивляюсь, Я всегда это буду, Так я могу прекрасно читать Свои стихи, Я, например, Не могу, Сколько я написал, Сколько написано, Не могу их читать на Иисус, Я себя тешу тем, Что в их дикушке Тоже читал себя на Иисус, Тем не менее, У меня есть одно стихотворение, Которое я всегда начинаю Свою встречу, Где бы я ни был, И с какой бы аудиторией ни говоришь, А сегодня здесь такая прекрасная аудитория, Генский коллектив, Они прекрасно понимают, Как я бы уже сказал, Стихи о матери, Стихи о любви, Стихи о родном очаге, Если Сулейманов Аман, У нас великий краевед, Написал, Так он не имеет Чеченской республики, Сейчас, к сожалению, его нет, Когда он меня гостил, Мы с ним семьями дружили, И когда с зимними длинными ночами, Он мне сказал, Он всегда попрощался, К любому, Дюмко, А я с ним, Ну, что ты? Ну, он знал, что я пишу, Я ему показал, Он стесняется, Он великий, Член Союза 50, Я говорю, Великий человек, Ну, я действительно показал ему, Что я написал, И на чеченском, И на русском языке, И потом он говорит, Ты хоть роман на стихах пишешь, Если у тебя нет стихов про мать, Написанный, посвященный матери, Ты никогда не станешь правильным, Если дать про мать, Надежда на стихотворение, Если оно будет принято, Твою мать, Ты тогда уже пай, И поэтому, Мы набыли такое стихотворение, Написанный, Будучи исследователем, Уже не сельско-известным институтом, Частенько дом покидая, Оставляя родные края, Сердце печаль сохраняя, Уезжая в чужие края, Я в полету небесном тоскую, И в огонь с учащим друшу, Ведь я оставляю родную, Милую маму одно, Мне часто снятся ночами Ее морщинки у глаз, И становится больше с годами, Замечал я это не разу, За околицу часа уходит, Волосы ее все белее, Может, напишет сыночек Три строчки о жизни своей, Летят телеграммы и письма На скромный родительский дом, И все непонятные болезни, Что в сердце творится малех, Не насовсем покидая, От шаг родового огня, Сердце печаль сохраняя, Уезжая в чужие края. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 После чего поблагодарил сотрудников библиотеки за предоставленную возможность проведения данной встречи, посвященной Всемирному дню поэзии. Вам спасибо большое, что нас пришли, послушали, предоставили нам такую прекрасную аудиторию. Всех вас в праздник. Спасибо вам большое. Спасибо. У меня великих стройках не совсем до этого бывали. Как хорошо, что вы нашли время, чтобы прийти сюда. И мы готовы будем встретиться с вами в любой удобной для вас частности. Спасибо большое. Спасибо.